Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов и описанием этих работ по книге Великий Музей Мира Саркофаг с портретом Артемидор Египет, Фаюмский оазис, Хавара, начало 2 века н.э. Дерево, энкаустика, 43х23, длина саркофага 127. К лучшим образцам живописи Фаюма относится портрет на саркофаге из Хавары, склеенном из нескольких слоев холста и листов папируса, покрытым сверху розовой гипсовой штукатуркой. На его крышке показаны сцены, связанные с древнеегипетским заупокойным культом. Рельефные фигурки богов, как и выпуклые буквы-надписи, содержащие имя умершего Артемидор, покрыты золотом. Золотой венок, изображенный поверх прически молодого человека – символ его счастливого будущего в загробном мире. Портрет выполнен одаренным художником. Облик юноши, утонченное лицо с выразительными чертами и внимательный взгляд больших темных глаз, создает впечатление человека с сильным характером и богатым внутренним миром. В открытом взгляде Артемидора читается сознание своего достоинства, крепкая воля и страстность натуры. Портреты из Фаюма часто писались еще при жизни человека, и, как полагают некоторые исследователи, могли долгое время украшать его дом, поэтому они изображают покойных совсем молодыми. Изображение Артемидора в этом отношении уникально. Оно дало возможность проверить данную версию, ведь сохранилась сама мумия. После спектрального анализа было выяснено, что возраст на портрете точно соответствует времени гибели юноши, которому на момент смерти было около 20 лет. Такое количество юных лиц на фаюмских портретах, видимо, отражало реальную демографическую ситуацию. Многие в те далекие времена очень рано покидали этот мир. Ну вот такое описание по книге Великие музеи мира «Саркофаг с портретом Артемидора, Египет, фаюмский оазис, Хавара, начало второго века нашей эры». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok